Этот пруд на южном поселке долгое время нуждался в очистке. Пять лет назад убрали мусор на дне, но за состоянием воды следить перестали. Пруд полностью затянулся тиной. Неравнодушные жители поселка на встречу открытый город обратились к главе города с просьбой о помощи. Леонид Черкесов тут же отреагировал и организовал уборку. Мне просто что понравилось? Вот реакция Леонида Ильича. Что действительно, там, наверное, я три слова всего-навсего сказал, он моментально все на это среагировал. И вот организовали вот такую уборку. Мы сюда часто ходим кормить уток. Тут, видите, маленькие утята. Озеро, так можно сказать, уже чистое озеро. Сюда приходят родители с детьми, вот школа, третья школа, учителя с детьми приходят. Очищали пруд совместными усилиями специалистов инженерной защиты и самих жителей. Избавляться от тины и мусора пришлось ручным способом. Леонид Черкесов лично приехал посмотреть, как облагораживается пруд и Обиковский лес. Действительно, мы посмотрели прекрасный пруд. Вот в городе много хороших мест. Но пруд, во-первых, и сами жители тут его, можно сказать, не следили, выбрасывали разный мусор. Очень много бутылок сегодня, очень много мусора выточили с этого пруда. Но действительно, вот вы пришли, вы сами убедились, что это очень прекрасное место. Плавают утки. Более 50 уток с утятами здесь располагаться для жителей южного поселка, для жителей Альгешева. Конечно, это очень важно. И поэтому мы сегодня вышли в эту экологическую акцию – очистить этот пруд и Обиковский лес очистить, чтобы для жителей создать удобство. Эта территория южного поселка – любимое место для прогулок. Сюда приходят школьники, дети с родителями покормить уток. В перспективе здесь планируется обустроить зону отдыха. Здесь должны появиться скамейки, урны, места для активного отдыха для жителей этого микрорайона. На следующий год мы планируем эти мероприятия. Я хочу отметить, что еще сейчас рассматриваем проект соединения поселков Южный и Альгешева, чтобы теснее были, проектируем дорогу к третьей школе с Альгешева напрямую. И к концу года приступим к строительству этой дороги. Ну и как раз к этому пруду доступ у жителей Альгешева будет свободный и близкий, самый короткий. Я думаю, что этот проект к следующему лету, к следующим летам эта дорога уже будет готова. Леонид Черкесов уделяет большое внимание благоустройству южного поселка, отмечают его жителям. Тут веками никто никогда не наступал, не смотрел на южный поселок. А сейчас тротуары, свет. Совместное мы все. Да, да, большое спасибо от души. Вы меня поддерживаете, я вас. Ну, мы стараемся, стараемся. Леонид Ильич, благодаря ему все у нас тут, южный поселок, вот так вот это делается. Он все дорожки нам сделал. И вот здесь, вон, сегодня, смотрите, как уже все красиво. По соседству с прудом находится Обиковский лес. Силами управления экологией два раза в неделю он очищается от мусора. В этот день в поддержку акции по очистке пруда на помощь специалистам управления пришли жители микрорайона и работники школы номер три, которая расположена рядом. Мусора, конечно, много. Ну, мы стараемся, чтобы поддерживать чистоту и порядок. Ветки убираем, которые мешают людям ходить. Аварийные деревья спиливаем, чтобы ни на кого не упало. Поддерживаем чистоту и порядок. Проблема в том, говорят чиновники, что отдыхающие сами не заботятся о чистоте, загрязняют лес. За неделю накапливается целый КАМАЗ мусором. Особенно суббота, воскресенье много, пикники, за собой мало кто убирается. Здесь мусорных баков нету, ничего нету. Вот три урны только здесь и здесь. Они всегда понедельником полные уже. На сегодняшний день Обиковский лес нуждается в полной очистке. Необходимо убрать буреломы. Но так как он находится в федеральной собственности, разрешения на это не дают. Но ответственность за чистоту и порядок и леса, и пруда остается на совести самих жителей.